Илита Арксплюй Продакшн представляет. Если мы покупаем компедиум, нам выпадает амулет. Нет, с другого конца начнем. Как можно получить очки компедиума? Самый такой простой вариант купить. Купить, смотрите, вот они продаются, всего лишь 133 рубля. Кто-то может сказать, типа, я не хочу донатить в игру, там, бла-бла-бла. Но он забыл, что он, купив компедиум, уже задонатил, ну ладно. Можно сделать по-другому. Возьмите и на торговой площадке продайте ненужную вещь. 1000% от у кого-нибудь она есть, ненужная вещь. Продайте ее и все, и накопите 133 рубля, потом купите очки. Здесь 500 очков, по-моему, он поднимает до пятого уровня, или до шестого. До шестого уровня вы поднимите. И там уже вам выпадет один сундук. Так, сейчас, 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 где там у нас? Вот. То есть, выпадает первый на... Какого? На десятом выпадает. А, первый выпадает на первом уровне, потом на десятом. Но все равно, вот вы видите, что вам будут выпадать плюшки за каждый уровень. То есть, купив такую шляпу за 133 рубля, вы получаете эффект телепортации, вот это, вот это, вот это, вот это и так далее. Первый вариант, еще раз говорю, не вкладывать свои деньги, а просто продать вещи и купить эти очки компендиума. Потом, после каждой игры, как в рейтинге, так и в обычной, есть шанс, что вам выпадают очки компендиума. То есть, там выпадает 25. Немного, но на один уровень нам надо 100 очков. Выпадает по 25. Мне уже выпадало раза 3-4. Я тоже как-то не заморачивался. Ну, выпадает, так выпадает. Потом, также, еще настолько я помню, или это другие, сейчас, подожди, секундочку. За испытания. А, ну, во-первых, опять же, не забудьте выполнить достижения компендиума. То есть, вот видите, здесь задания, их тоже надо выполнять. Вам за это дают очки компендиума. Это именно очки компендиума. Далее. Вот, за испытания компендиума, здесь, по-моему, другое дают. Здесь, по-моему, дают именно деньги компендиума. Есть как очки компендиума, так и деньги. Когда мы покупали амулет, помните, нам, ну, компендиум покупали, выпадал амулет. Я вам тогда правильно все сказал. Если три раза вы предсказываете правильно, вам выпадает 750 денег. То есть, монет компендиума. Эти монеты, они не как очки компендиума. То есть, их нельзя истратить на очки компендиума. Вот внизу справа. Очки компендиума. А эти монеты нужны, чтобы покупать в секретном магазине. Секретный магазин. Никто о нем никогда не знал. Ну вот они, видите. Мои монеты у меня гораздо было больше. То есть я выполнял задания, потом после амулета, я просто уже много потратил. Вы можете выбрать или получить рандомный итем за 100 монет, или получить рандомный сет. Итем и сет, он может быть как ункамон, камон, так и рарный. Выше рарного я еще не видел, к сожалению. Это во-первых. Во-вторых, огромный минус в том, что их нельзя обменять. Их нельзя обменять. Нельзя передавать. Может быть можно только подарить и все. Поэтому думайте сами. Или копить на сет. У моего знакомого выпал сет на БХ, ункамоновский. Я не знаю, есть ли смысл. А мы сейчас с вами истратим на оружие. Мы купим сейчас 7 оружий. Так, поток для Леона. Все равно согласитесь, если вы купите 7 итемов на внутренние деньги. Тоже неплохо. Вот там появилось оружие на Леона. Почему бы и нет? Буду тоже одевать его. Далее. Так, где там плюха? Ну, что это за говно? Ну, вот на морфа, видите мне, выпали уши его. Что-то еще выпало, да? Нет. Так, вторая вещь. Третья. Ничего здесь имморталского я еще ни разу не видел. Ну, вот камон. Но все равно сет, мне кажется, гораздо хуже. То есть, вам выпалит сет на такого героя, который вам не нравится. Или самый говняный сет. А вот предметы, это интересно. Вот. Вы видите, у меня уже выпало 2 рарки на Лину. Это интересно. Неплохо. И сейчас можем получить 3 предмета. Ну, давай. Шляпа. Ну, это говно шляпа. Их уже миллион. Сколько у меня их? У меня их 4 копий. Видите, копий в арсенале. 4. Зато потом их можно будет потратить и собрать себе амулет. Ну, когда в будущем вместо покупки сокровищницы можно будет покупать амулет. Потом будет выпадать сокровищница. Вот. Кстати, еще, да. Вот видите, выпадает камоновский и ни одной иммортал вещи. Наплечник на реке. Ну, здесь, конечно же, мусор. Но этот мусор мы получаем на халяву. То есть, мы в это деньги не вкладываем. Вот так вот. Все, я вам рассказал единственные варианты, как можно заработать очки компедиума. То есть, это или продать вещи и купить очки компедиума. Или можно получить играя. Также можно выполнять задания. Вот вы видите, написано ПТС. Где ПТС? Это очки компедиума. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. До встречи. Пока. Ёл. Продолжение следует...